На часах без 15 и 9. Площадка у Вечного Огня постепенно заполняется людьми. Сегодня жители города пришли сюда, чтобы почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вот стихают песни о войне, торжественное возложение открывает лития. Христос воскресе и смерти, 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 прав! После службы подмерные звуки метронома к мемориалу возлагают гирлянду памяти. Вот прозвучали три холостых выстрела и к Вечному Огню с цветами подходят представители администрации Думы Ирфят в Ниев. Салами, гвоздиками к памятнику подходят и саровчане. Но самое замечательное сегодня в этом празднике, что люди, которых никто не организовывал, никто их не призывал приходить к Вечному Огню. Сегодня просто огромное количество людей здесь около Вечного Огня идут с цветами, с венками, возлагают. Это говорит еще раз о том, что саровчане чтят этот день как день удивительный, необыкновенный и очень памятный. Встретить 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне традиционным шествием бессмертного полка не позволили коронавирусные ограничения. Однако многие саровчане пришли в это утро к мемориалу с фотографиями воевавших родных. Дедушку Татьяны Барышевой призвали на фронт еще в 41-м году. На самом деле мы про деда очень мало знаем, потому что когда он пришел с войны, он мало вообще что рассказывал про эту войну. Мы уже потом, спустя какое-то время, начали искать, где он воевал, какие медали у него были. Вячеслав Воинов на праздник пришел с портретом своего отца Ивана Ерофеевича, который под Волоколамском воевал в гаубичном полку, был ранен и в госпитале повстречал свою будущую супругу. Попал в стационарный госпиталь в Болтавский край, там познакомился с мамой, она работала там медсестрой. А в начале войны служила во фронтовых поездах, которые вдоль фронта подбирали раненых, а потом перешла в стационарный госпиталь. Завершил мероприятие парад военной техники. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.